Всем привет, вы на канале Алиэкспресс. Сегодня вас ждет очередная подборка с интересными и полезными товарами, которые могут вам пригодиться. Все ссылки на товары будут в описании под видео. Хотите быть в центре внимания и завоевать титул короля вечеринок? Ну тогда вам точно не обойтись без этих чумовых очков. Они оснащены большим LED-дисплеем, на который можно вывести текст, анимацию или эквалайзер. Через специальное приложение можно воспользоваться уже готовым шаблоном или придумать что-нибудь свое, выбирая из миллиона оттенков, шрифтов, корректируя скорость движения надписи, ее насыщенность, задавая режим свечения, среди которых даже есть волна со всеми цветами радуги. В общем, платформа для фантазии здесь огромная. Кстати, можно даже отдельно настроить фон. Ну все, на ближайшей тусе буду самым крутым. На Али я наткнулся вот на такой прикольненький вариант, выделяющийся прочной надежной резинкой, а также убойной мощностью. У рогатки приятная для рук деревянная ручка и широкая платформа, пропускающая снаряд. Также механизм может похвастаться и своей точностью. Парнишка на видео с огромной дистанцией подряд сбивал малюсенькие белые точки. Либо он какой-то читер, либо рогатка просто волшебная. Думаю, с такой у меня были бы все шансы побеждать в войнушках с друзьями. Ну какой класс без девочек, которые до чертиков боятся всяких насекомых? Разве не идеальная площадка для пранков народ? Так вы можете использовать и такого вот жучка довольно больших размеров. Это уже не обычный таракан получается, а какой-то мутант. Игрушка управляется дистанционно и даже может светиться. Фонарики, конечно, сразу же спалят свою контору, но и без них можно обойтись, да? А потом включить фонари и показать своей пранковой жертве, что все в порядке. И не стоит ни о чем переживать. Многие мальчишки, да уже и взрослые мужчины фанатеют от радиоуправляемых тачек. Я, конечно, тоже тащусь от всей этой темы. Однако иногда машинки все же наскучивают. Поэтому забава ради, я взял себе на Али такую вот ящерку, которая уже стала моим излюбленным домашним питомцем. Она управляется пультом, а также умеет издавать всякие звуки. И мое самое любимое – раскрывать свой роскошный воротник. Кстати, а вы знаете, зачем и когда так делают настоящие ящерицы, имеющие подобную особенность? На самом деле все очевидно – рептилии раскрывают свой воротник, когда чувствуют опасность. Чаще всего это бывает при встрече с человеком или хищником. Таким образом они стараются казаться больше. Этот мини-электромобиль производится в Китае. У него автоматическая коробка передач. Вмещает он в себя до 6 человек, при этом стоит реально небольших денег. У тачки есть качественная тормозная система и неплохой движок, который разгоняет ее до 40 км в час. При этом машина электрическая и до полного заряда она требует всего 12 часов. Да, всего 12 часов. Электромашины реально очень долго заряжаются, а учитывая ее цену, это очень даже неплохо. Ну и плюс это смотря где вы заряжать будете ее, конечно. Полного заряда зато хватит на километров 200. То есть заправил малышку и поехал кататься следующие пару дней по городу. Скажите, сыр! Вас снимает скрытая камера. Ребят, это Вольтерман Бифолт, кошелек из фильмов про шпионов. Что-то подобное я еще видел у агентов Kingsman. На самом деле предмет может предложить вам не только местечко для хранения карты бумажных купюр, но и пауэрбанк, встроенный Wi-Fi роутер, сигнал которого ловят в любой точке мира. Внешний накопитель для хранения важных файлов, GPS-маячок, а также скрытую камеру для обнаружения воришек. Кроме того, кошель очень тонкий и легкий, поэтому без особых проблем помещается в любой карман. Любители стрелялок на месте? Скоро, кстати, будет еще один крупный турнирчик по всеми любимой КСке. Но я подумал, что грех не затариться под эту тематику. Это прикольный бластер УЗИ. ППшки всегда были в моде при любой погоде, так сказать. К тому же бластеры. Это значит, ими легко можно играть дома и палить по всем друзьям, которые отказываются угощать сладостями. К тому же в комплекте тут приходит, ну, так много патронов, что реально и хватит на поражение абсолютно всех недоброжелателей. Да и внешка не подкачала. Вот мне всегда было интересно, как так случается, что я вроде бы помню, куда положил ключи, но в самый неподходящий момент их, как назло, там не оказывается. Сначала я думал, что это у меня проблемы с памятью. Оказывается, нет, домовой шалит. Что ж, теперь я точно ничего не посею. А все благодаря этой милой совушке. Ну, просто ми-ми-ми. Ой, о чем-то я. А, точно сова. Ну, так вот, это такая прикольная вешалка для ключей. Когда на ней ничего нет, у совы будут закрыты глазки, а как только вы повесите ключи, птица сразу начнет наблюдение и не пропустит ни одного домового. Обычные игрушки, это, безусловно, здорово, но мы давно не рассматривали никаких лазеров. И я думаю, что пришло время исправить это недоразумение. Этот лазер пришел в таком вот металлическом кейсе, внутри которого расположился сам лазер, всякие насадки, пара батареек и зарядное устройство. На самом деле, я всем советую использовать разные очки и маски для защиты глаз перед использованием такого лазера. Это необычная лазерная указка, в которую мы играли в детстве. Такая вещица вполне может выжечь в каком-нибудь предмете дырку за несколько секунд. Как особый опыт, очень клевая игрушка, но, повторюсь, с ней стоит всегда быть на чеку. Далее на очереди крутая копия легендарной российской винтовки, а именно снайперская винтовка СВД. Внешний вид довольно реалистичный, хотя и выполнена винтовка практически вся из пластика. Имеется даже лазерная подсветка, съемный магазин и приклад. Также имеются сошки. Целиком собранная винтовка имеет достаточно большой размер, и в длину она составляет более одного метра. На выбор имеются два варианта расцветки, полностью черного цвета, а также с окрашенными вставками под тип дерева. Крутой экземпляр! Принимай участие в конкурсе и выиграй вот этот смартфон абсолютно бесплатно! С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет! Субтитры сделал DimaTorzok